Погода вначале была хорошая, тихая. Кричали дрозды, и по соседству в болотах что-то живое жалобно гудело, точно дуло в пустую бутылку. Протянул один вальшнеп, и выстрел по нём прозвучал в весеннем воздухе раскатисто и весело. Но когда стемнело в лесу, не кстати подул с востока холодный пронизывающий ветер, и всё смолкло. По лужам потянулись ледяные иглы, и стало в лесу неуютно, глухо и нелюдимо. Запахло зимой. Иван Великопольский, студент Духовной Академии, сын Дичка, возвращаясь с тяги домой, шёл всё время заливным лугом по тропинке. У него закоченели пальцы, и разгорелось от ветра лицо. Ему казалось, что этот внезапно наступивший холод нарушил во всём порядок и согласие, что самой природе жутко, и оттого вечерние потёмки сгустились быстрее, чем надо. Кругом было пустынно и как-то особенно мрачно, только на вдовьих огородах около реки светился огонь. Далеко же кругом, и там, где была деревня, версты за четыре, всё сплошь утопало в холодной вечерней мгле. Студент вспомнил, что когда он уходил из дому, его мать, сидя в синях на полу, босая, чистила самовар, а отец лежал на печи и кашлял. По случаю страстной пятницы дома ничего не варили, и мучительно хотелось есть. И теперь, пожимаясь от холода, студент думал о том, что точно такой же ветер дул и при Рюрике, и при Иоанне Грозном, и при Петре Первом, и что при них была точно такая же лютая бедность, голод, такие же дырявые соломенные крыши, невежество, тоска, такая же пустыня кругом, мрак и чувство гнёта. Все эти ужасы были, есть и будут, и от того, что пройдёт ещё тысяча лет, жизнь не станет лучше, и ему не хотелось домой. Огороды назывались вдовьями, потому что их содержали две вдовы, мать и дочь. Костёр горел жарко с треском, освещая далеко кругом вспаханную землю. Вдова Василиса, высокая, пухлая, старуха в мужском полушубке, стояла возле и в раздумье глядела на огонь. Её дочь Лукерия, маленькая рябая с глуповатым лицом, сидела на земле и мыла котёл и ложки. Очевидно, только что отужинали. Слышались мужские голоса. Это здешние работники на реке поили лошадей. «Вот вам и зима пришла назад», — сказал студент, подходя к костру. «Здравствуйте». Василиса вздрогнула, но тотчас же узнала его и улыбнулась приветливо. «Не узнала Бог с тобой», — сказала она. «Богатым будешь». Поговорили. Василиса, женщина бывалая, служившая когда-то у господ в мамках, а потом няньках, выражалась деликатно, и из лица её всё время нисходила мягкая степенная улыбка. Дочь же её Лукерия, деревенская баба, забитая мужем, только щурилась на студента и молчала, и выражение у неё было странное, как у глухонемой. «Точно так же в холодную ночь грелся у костра апостол Пётр», — сказал студент, протягивая к огню руки. «Значит, и тогда было холодно. А какая то была страшная ночь, бабушка. До чрезвычайности унылая и длинная ночь». Он посмотрел кругом на потёмки, судорожно встряхнул головой и спросил, «Небось, была на двенадцати евангелиях?» «Была», — ответила Василиса. «Если помнишь, во время тайной вечери Пётр сказал Иисусу, «С тобой я готов и в темницу, и на смерть». А Господь ему на это «Говорю тебе, Пётр, не пропоёт сегодня петел, то есть петух, как ты трижды отречёшься, что не знаешь меня». После вечери Иисус смертельно тосковал в саду и молился, а бедный Пётр истомился душой, ослабел, веки у него отяжелели, и он никак не мог побороть сна. Спал. «Потом, ты слышала, Иуда в ту же ночь поцеловал Иисуса и предал его мучителям. Его связанного вели к первосвященнику и били, а Пётр, изнеможённый, замученный тоской и тревогой, понимаешь ли, не выспавшийся, предчувствуя, что вот-вот на земле произойдёт что-то ужасное, шёл вслед. Он страстно, без памяти любил Иисуса и теперь видел издалека, как его били». Лукерия оставила ложки и устремила неподвижный взгляд на студента. «Пришли к первосвященнику», — продолжал он. «Иисуса стали допрашивать, а работники тем временем развели среди двора огонь, потому что было холодно, и грелись. С ними около костра стоял Пётр и тоже грелся, как вот я теперь. Одна женщина, увидев его, сказала, «И этот был с Иисусом, то есть что и его, мол, нужно вести к допросу. И все работники, что находились около огня, должно быть подозрительно и сурово поглядели на него, потому что он смутился и сказал, «Я не знаю его». Немного погодя опять кто-то узнал в нём одного из учеников Иисуса и сказал, «И ты из них». Но он опять отрёкся. И в третий раз кто-то обратился к нему, «Да не тебя ли сегодня я видел с ним в саду?» Он третий раз отрёкся. И после этого раза тотчас запел петух, и Пётр, взглянув и вздали на Иисуса, помнил слова, которые он сказал ему на вечере. Помнил, очнулся, пошёл со двора и горько-горько заплакал. В Евангелии сказано, «И исшет вон, плакаяся горько». Воображаю тихий-тихий тёмный сад, и в тишине едва слышатся глухие рыдания. Студент вздохнул и задумался. Продолжая улыбаться, Василиса вдруг всхлипнула. Слёзы крупные, изобильные, потекли у неё по щекам, и она заслонила рукавом лицо от огня, как бы стыдясь своих слёз. А Лукерия, глядя неподвижно на студента, покраснела, и выражение у неё стало тяжёлым, напряжённым, как у человека, который сдерживает сильную боль. Работники возвращались с реки, и один из них верхом на лошади был уже близко, и свет от костра дрожал на нём. Студент пожелал вдовам спокойной ночи и пошёл дальше. И опять наступили потёмки и стали зябнуть руки. Дул жестокий ветер, в самом деле возвращалась зима, и не было похоже, что послезавтра Пасха. Теперь студент думал о Василисе. Если она заплакала, то значит всё, происходившее в ту страшную ночь с Петром, имеет к ней какое-то отношение. Он оглянулся. Одинокий огонь спокойно мигал в темноте, и возле него уже не было видно людей. Студент опять подумал, что если Василиса заплакала, а её дочь смутилась, то очевидно, то, о чём он только что рассказывал, что происходило 19 веков назад, имеет отношение к настоящему, к обеим женщинам, и, вероятно, к этой пустынной деревне, к нему самому и ко всем людям. Если старуха заплакала, то не потому, что он умеет трогательно рассказывать, а потому, что Пётр ей близок, и потому, что она всем существом заинтересована в том, что происходило в душе Петра. И радость вдруг заволновалась в его душе, и он даже остановился на минуту, чтобы перевести дух. Прошлое, думал он, связано с настоящим непрерывной цепью событий, вытекавших одно из другого. И ему казалось, что он только что видел оба конца этой цепи, дотронулся до одного конца, как дрогнул другой. А когда он переправлялся на пароме через реку, и потом, поднимаясь на гору, глядел на свою родную деревню и на запад, где узкую полосой светилась холодная багровая заря, то думал о том, что правда и красота, направлявшие человеческую жизнь там, в саду и во дворе первосвященника, продолжались непрерывно до сего дня, и, по-видимому, всегда составляли главное в человеческой жизни и вообще на земле. И чувство молодости, здоровья, силы, ему было только 22 года, и невыразимо сладкое ожидание счастья, неведомого, таинственного счастья, овладевали им мало помолу, и жизнь казалась ему восхитительной, чудесной и полной высокого смысла.